Лордс Мобайл это не просто мобильная стратегия с приятной рисовкой, это целый мир у вас на ладони, где можно не только воевать, но и дружить, объединяться в гильдии и даже создавать семьи. Верные союзники всегда помогут тебе сразить общего врага, поддержат в трудную минуту и станут надежной опорой на пути к трону. Тысячи игроков по всему миру уже подружились и даже завели семьи в Лордс Мобайл. Скачивайте игру по ссылке в описании. Апрома, код снабдит всех новичков игровым добром на 5000 рублей для бодрого старта. Советские игровые автоматы. Спросишь, наверное, откуда у меня этот диск. Дело в том, что я шел по радиорынку и увидел эту красоту. И сразу у меня в голову прилетела идея рассказать вам о том, что находится в этой приблуде пластиковой. Но знаете, поведать вам в стиле пиратских игр было бы слишком банально. Нет, конечно, тут это будет. Просто тут такая вещь достаточно ностальгическая. Причем она, наверное, больше относится именно к детству наших родителей. Поэтому я отправился в музей советских игровых автоматов и изучил абсолютно все представленные здесь игры только там. Следовательно, я сегодня сравню переизданные советские игровые автоматы с этого диска с настоящими, а точнее реальными советскими автоматами. Да, надеюсь, вы меня поняли, а то как-то я замудрил слова. Но для начала все-таки давайте посмотрим на этот диск. А то чё, я зря его покупал, что ли? Спереди мы видим советские игровые автоматы. Ну и, конечно же, надпись на другой стороне. Настоящее погружение в советское прошлое. Отныне вам доступны те самые игры, в которые с упоением играли пионеры и октябрята. Комсомолки и беспартийные трудяги. Каждый автомат тщательно вас осознан по-настоящему. Чудо с сохранившимся игровым машином советской эпохи. Звуки, ощущения, эмоции. Всё как раньше. Только намного лучше, ведь теперь количество виртуальных монет по 15 копеек не ограничено. Вас ожидает оригинальный интерфейс и управление, бла-бла-бла-бла-бла. Окей. Это, конечно, всё классно, и мы можем бесконечно играть в игровые автоматы, не тратя постоянно родники 15 копеек. Но сможет ли компьютерная симуляция заменить реальный опыт, реальный опыт с игровым автоматом? Это странно звучит, согласен, да? Свист игровые автоматы. А последний раз я, кстати, в них играл, но имеется в виду до того, как делал данный ролик, в 2003 году. Тогда мне было всего 8 лет, а место действия было в Северодвинске. Да, я был там, я жил там. К слову, будет классно, если вы расскажете о том, был ли у вас подобный опыт, как у меня, но имеется в виду советскими игровыми автоматами. Ну, в детстве заходили в парки, играли. Короче, ребят, давайте истории в комментарии отжигайте. А пока вы там пишете, я перейду к самому главному. Сама игра нас приветствует фантастически динамичной заставкой. Правда, 3D-модели советских автоматов какие-то отталкивающие, так скажем. В последствии мы оказываемся в главном меню, где можем выбрать один из 7 автоматов. Я буду сегодня слишком часто говорить автоматы. Лично я начал с морского боя, потому что именно в него я и играл в Северодвинске. Ну что, кидаем виртуальные 15 копеек и погнали. Сам геймплей здесь мега прост. Вы сидите в подводной лодке и с помощью перископа находите суда и отправляете им, так сказать, своего взрывного друга. Согласен, геймплей не блещет разнообразиями креатива. Хоть картинка на игровом автомате и не была настолько качественной, как на компе, но всё-таки вертеть перископ и нажимать кнопку выстрела было чересчур классно. А ещё гляньте на оформление этих автоматов. Очень здорово. А если вы пришли к компании, то не забывайте, что морской бой есть и на двоих. И да, хоть игровые советские автоматы будут называться по-другому, а не морской бой, знайте, геймплей там абсолютно такой же. Разница, возможно, лишь в площадке для стрельбы. Ну и то, что появится небольшая гора на фоне, и то, что будет два суда, а не один. А если ваша компания состоит больше, чем из двух человек, то не волнуйтесь, ваши друзья всегда могут посмотреть вот в это маленькое окошечко и глянусь, как вы там всех наебаете. Короче, лично я дам предпочтение игровому автомату, а не компьютерной версии. А сейчас я с вами хочу поговорить о игровых автоматах, которые заставляют нас стать стрелком. Таких множество. Зимняя охота, метки, стрелок, снайпер, снайпер 2. И по сути, они все похожи друг на друга. Исключением нескольких. К слову, лишь только на зимней охоте ружьё работает по той же самой схеме, как работает пистолет от Дэнди. Поэтому, если вы начнёте проигрывать, можете достать свой телефон, включить фонарик и приставить его к дулу ружья. Поверьте, вы победите. Что касается автоматов, где надо выбивать мишени, тут это работает, к сожалению, не так. Теперь система контролирующей попадания располагается в подставке ружья. Что, конечно, почти полностью убирает возможность обмана. А жаль. На самом деле, иногда хотелось бы такое провернуть, потому что стрелять на игровом автомате достаточно, скажем так, проблематично. Если на компе вы спокойно можете выбить все 20 мишеней, от чего, к слову, вам просто дают возможность ещё раз поиграть, то здесь вам придётся очень много просрать времени и денег, чтобы наконец-таки понять, как работает игровой автомат и куда надо стрелять. По крайней мере, по ощущениям, у меня было именно так. Что забавно, в компьютерной версии у нас немножко трясётся прицел, ну, дабы создать некие проблемы при прицеливании. У игрового автомата, естественно, таких проблем нет, но стрелять там тяжелее в несколько раз. Но это понятно, почему. Потому что мышкой стрелять легче всегда. Но всё-таки, когда в одну мишень три человека подряд не могут попасть, ну, мне кажется, здесь что-то не то. То ли проблемы с индикатором, то ли прицел косит здесь, то ли это я косой, хрен его знает. Кстати, о даче. Она здесь есть, правда, лишь только в автоматах Снайпер и Снайпер 2. Не особенно сильная, как вы видите, но она есть. И от этого стрелять становится намного приятнее. Кстати, тот самый симулятор с диска был сделан именно основываясь на этом игровом автомате. А именно Снайпер 2. А теперь давайте решим, какая версия лучше. Хотя тут, по-моему, очевидно. Без пушки в руках вообще не катит. Магистраль. Скажу честно, я в те времена не играл в неё. Но если сравнить с компьютерной версией, то ты начинаешь понимать то, что жизнь сосёт. Понятия не имею, как люди умудрялись управляться с этой штуковиной. Управление абсолютно неотзывчивое. И хоть, да, понятное дело, что на компьютере это превращается в такую себе мини-игру, но в жизни ни погружение, ни руль, ни педаль газа и тормоза вообще не спасает ситуацию. Да и честно сказать, не понимаю, почему мне не поставили кресло, как у виража. Вы же за рулём, вы же гонщик, почему я должен стоять? Вираж, к слову, это вообще отдельная тема. В этом игровом автомате вы... Вы едете. Едете вперёд, через машины, через столбы и всё. Да, это больше был автомат именно для детей. В общем, реал-лайфная версия магистрали меня вообще не устраивает. Начиная от крипового лица, заканчивая управлением, в этом игровом автомате мне абсолютно всё не нравится. Даже разнообразие различных трасс. Следующий у нас это скачки. Впрочем, аркадный симулятор конного спорта. Задача в игре элементарная, довести свою лошадку до финиша. К слову, это одна из этих игр, в которую можно играть целой компанией и шести человек. У каждого будет своя линия, своя лошадь, и им нужно перепрыгивать препятствия путём, путём нажатия кнопки. Кто первый доходит до финиша, тот и победил. Плюс ко всему, кроме шестерых площадок, есть ещё и седьмая, за которую отвечает сам компуктер. Но не волнуйтесь, он не будет лидировать. То есть, если вы прям лох, будете очень много лошить, он всё равно будет давать вам фору. И надо сказать, что если на компьютере вы не можете играть за всех шестерых, то в жизни с этим проблем не будет. Да даже если вы форевый лон, вы сможете сыграть сразу за две лошади. Так что здесь игровой автомат однозначно выигрывает свою компьютерную версию. Городки. Вот тут поинтереснее. Кто не знает, городки это русская народная спортивная игра, где нужно кидать палку или биту в города. То есть, фигуры составлены различным образом. Все эти фигуры у нас указаны над автоматом, точнее над его экраном. В самом геймплее, да и по сути в самой игре ничего особенного и нет. Вы просто в нужный момент нажимаете кнопку мыши, и палка летит в город. Точнее, в фигуру. А вы меня поняли. Другая ситуация с игровым автоматом в реальной жизни. Потому что палкой вы управляете с помощью вот такого джойстика. На верхушке которого, к слову, есть красная кнопка. И нажав ее, наша палка улетит вперед. И выходит то, что и на компе, и на игровом автомате, по сути все одинаковые. Если вы скажете то, что на игровом автомате вот и джойстика, и это очень многое значит, то, честно говоря, вы компу можете абсолютно такое же присобачить. И тогда разница будет минимальна. В общем, думаю, будет справедливо, если именно в этом случае мы объявим ничью. Конечно же, очень слабую. И если бы не она, то я, наверное, скрипя зубами, но отдал бы свой голос большому брату. Ну, в смысле автомату. Перехватчик. И тут мне в особенности нравится описание. Отражение воздушной атаки капиталических агрессоров. Забавненько, не находите? На вашем экране небо и тишь до глади того момента, пока не появился ваш самолет. После этого вы полностью управляете им с помощью джойстика, который также присобачен к игровому автомату. И, конечно, здесь вы будете не просто летать, а также сбивать вражеские истребители. В принципе, это вся игра. Но знаете, здесь, наверное, чуть ли не самый худший джойстик, который я держал в руках. Но имеется в виду по управлению. Нормально прицелиться, становиться, переместиться и при этом не улетев далеко-далеко, просто невозможно. Как бы возможно, если вы гребаный задрот и просидели здесь до хранища времени. Но с первого раза? Не, никак. Скажете в этом прелесть? Прелесть в этом хардкоре? Ну, нет. Автоматы, в которых вы набиваете очки, всегда имели успех. И, конечно же, перехватчик не исключение. Но в подобных играх, если ты увеличиваешь свой скилл, то все равно это хоть маломайски, но должно тебе приносить удовольствие. В данном случае, нет. Но, к слову, в компьютерной симуляции ты хоть немного, но начинаешь понимать хотя бы, что происходит. Да и еще управление поприятнее, потому что ты пользуешься мышкой. Так что тут без вариантов. Плюс в пользу диска. Сафари. Захватывающая охота на африканскую дичь. Геймплей здесь колоссально прост. Есть четыре полосы. Первые три относятся к животным. Синяя это полоса с объектами, которые мешают нашему выстрелу добраться до животных. Ну и последняя полоса это мы. Где мы гоним по сафари в попытке подстрелить живность. И в плане управления здесь только одна кнопка. Выстрел. Так что наша задача следить за линиями и в нужный момент нажимать кнопку. И собственно все. Никакой попытки куда-то двинуться. Несовместного геймплея как было в скачках. Нет просто бежим нажимаем кнопку и все. Скучненько согласитесь. Учитывая то о чем мы говорили до этого. Как вы понимаете с таким геймплеем и на компе и в жизни все абсолютно то же самое. Нигде не удобнее. Нигде не хуже. Вот просто есть. И слава богу. Поэтому справедливо будет если здесь я поставлю ничью. К слову я даже удивился сколько существует советских игровых автоматов. И даже то что было на диске это лишь маленькая часть того что есть на самом деле. Мини лохотроны, силовики, все здесь есть. И каждый из них прям веет ностальгией. Причем непонятно даже откуда она взялась. Потому что к примеру этого силовика или этого лохотрона я в своем детстве не припомню. Но вот именно прям такого. Так что это ну это круто. Вот такой вот ролик получился. На самом деле даже получилось насыщеннее чем я думал. Ведь кроме автоматов которые были на диске я еще обозрел дополнительные. И возможность некоторых вы даже проорали. Но скажу честно вот про ту где надо было тягать. Это просто автомат лагодный на самом деле я больше вытянул. Ладно все равно вы мне не поверите. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И конечно же играйте в хорошие игры. А я поиграю в плохие. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok